Кроме словоблудия, от них ничего ожидать нельзя. 20 лет болтают голубые, белые и красные по триколору, и ничего не меняется. Все, кому друг друга учат. Теперь, я еще раз вот говорю, Светлана возьмет на себя этот вопрос. Будет у нас президент женщина. И команду мы, правительство, наберем и женщин. Теперь, еще хочу сказать, женщины, будьте вы активны. Ведь у вас 70% по статистике. Мужиков-то осталось 30%. И то вот выгоняющие, как я. Понимаете, поэтому берите все в власть в свои руки. Возможности есть. Республика Русь. Но, еще одно, только благодаря созданию Республики Русь, мы можем освободиться от этой поганной власти. Ведь она практически тусуется вот на этих регионах и распродает полезные ископаемые земли именно вот этой Республики Русь, как должно быть. И поэтому будет, когда у нас президент. Эта власть теряет кошку под ногами. Она уже никто. А так мы их не выгоним. Вы прекрасно знаете, что Тодин является членом мирового правительства. И ему дано указание уничтожить в первую очередь русский народ. Ибо он является хозяином этой территории. А когда русские будут уничтожены, тогда делайте, что хотите. И Китай тут будет. Даже подавчера слышал радио Жудовское. Я услышал от Хабироновича, как его фамилия. Он сказал, сейчас основная опасность. Не надо Китай. Смотрите, он заселил нас полностью. И скоро Российская Федерация будет западной провинцией Китая. Это говорят евреи. Но евреи-то знают. У них все планы по развитию народа. Поэтому я прошу вас, женщины, будьте вы активны. Помогайте в свете. Объединяйтесь вокруг нее. Я верю в него. Этот вопрос мы решим. И я имею огромный политический опыт. Буду рядом. Я помогать буду ей всегда. Я прошел элипрую школу. Прямо еще меня выкинули в Штаты. Я прошел дома, всю хужую. Прошел тюрьмы, лагеря. То есть так просто не выкидывай. Я лежал с тем, что у меня отец Кузнец, а я самый плотный. Увидировали вот эти кедебесники Путины. Они тралили всех. И теперь, в связи с тем, что я поэт, я вам маленькое стихотворение прочту. Это тоже важно. Дело в том, что нас предали с вами. Вы прекрасно знаете. И предали всего. Полинго Рома. И поэтому я вот молю короткое стихотворение. Иуды. Иуды. С этим словом. Ведь память и проста. Мы вспоминаем снова распятие Христа. И как бы ни было же града, кто это совершил. Он был до денег падок. Он понял. Совершил. В нем совесть сбунтовалась. В плодусловных мук. Он понял, что осталось веревку и носок. И два тысячелетия летит об этом есть. В эпоху лихолетия. Везде Иуды есть. Их 20 миллионов предали мой народ. Никто из этих клонов веревку не берет. Живут вот згодный харень. У них нет душевных мук. Никто из них.